Итак, чтобы скрыть скандал в стенах колледжа, его руководители решили взять журналистов в заложники. Вот такая странная история разыгралась сегодня в Преокском районе, но обо всем по порядку. К нам на телестанцию обратился председатель товарищества собственников жилья одного из домов в Преокском районе, который сообщил, что в его доме проживает неплательщица, которая вот уже пять лет копит долги за квартиру и даже решение суда не заставляет ее полностью погасить задолженность. Самое удивительное, что эта дама по работе своей отвечает за воспитание подрастающего поколения, работает заучем по воспитательной работе в колледже. Так как на контакт она не идет, председатель ТСЖ попытался поговорить с ней о ликвидации задолженности прямо в техникуме. Мальчик, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я опять по тому же самому вопросу, о котором мы с вами недавно говорили. Так, Милочка, закрой дверь, пожалуйста. Когда вы будете оплачивать коммунальные услуги? Камеру выключите, пожалуйста. Камеру уберите, пожалуйста. С ней пытались говорить, да, и соседи пытались с ней говорить. Она мне ответила, во-первых, что буду платить, когда будут деньги, и ответила, что иди куда шел. Хотя она за это время установила все пластиковые окна, нет у нее никаких проблем с тем, чтобы вызвать такси и поехать по своим делам. То есть человек живет спокойно, нормальной жизнью и тем не менее продолжает не платить. Так, все, до свидания. Выйдите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. У нее очень хорошая репутация в образовательном учреждении, в радиоколледже. Поэтому давайте решать все вопросы в другом месте. Мы обращались к ним уже не один раз, по-хорошему, по-всякому. Но они никак не реагировали. Уже дело до суда доходило, и они даже ноль внимания. Она вроде бы учит молодых людей тому, как себя нужно вести, и тем не менее ведет себя вот таким образом. Все, даже вот кого денег не хватает, все равно все платят. Даже вот, допустим, на моей примере, у меня денег не хватает, ну, мамка там займет, перезаймет, но все равно заплатят там за квартиру, за связь, за газ. Как говорится, гора не идет, но Магомед... Выключите камеру, выключите камеру. Я не буду вам... Поденьте учебное заведение. Поденьте учебное заведение. Розу, закройте. Закройте, я не поняла. Мне еще охрану вызвать, что ли, сейчас? Вызывайте. Нет, мы ловим человеком. Вызывайте охрану, вызывайте охрану. Выключите камеру, выключите камеру. Это вопрос решаемый. У нас судебная система работает хорошо. Судебная система работает хорошо, да. Но только долги-то все равно растут. Сейчас приедет милиция, вы незаконно снимаются здесь, я ничего говорить не буду. А вы здесь кто? Я не буду отвечать на вопросы. Можете объяснить, почему вы удерживаете СМИ здесь? Что здесь такое происходит? Можете объяснить? Не знаю, я ничего. Нельзя, 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 нельзя. Меня не вели, меня не вели. Не вели меня не пускать? Я что это такое? Они пришли по личному вопросу на одном из наших работников. Заявление будет, если поедем в работу, да? В итоге наши журналисты побывали в полиции, написали заявление о незаконном лишении свободы, но не в этом суть. Что же касается неплательщицы, то председатель ТСЖ заявил, что будет ждать еще около месяца погашения задолженности, которая составляет уже около 200 тысяч рублей. Если же этого не произойдет в течение месяца, то он намерен уже повторно обращаться в суд, но уже не просто требовать суд обязать ее уплатить квартплату, а добиваться через суд ареста и реализации имущества неплательщицы в счет уплаты долгов за квартиру.